Фу, это что? Это капучино, да? Рестретто? Макачета? Что это? Америката? Это растворито в кипятко-то что-то. И вот, пожалуйста, пейте вот это. Фу, грянь какая-то. Я давно говорю, давайте заведем у себя в студии нормальную кофемашину. Чтобы захотел кофе, подошел к машине, сел, поехал, попил его где-нибудь в кафе. Вернулся потом. Или этого Бористу заведем, чтобы стоял и тебе кофе варил вкусный. А то вот это вот пьешь с утра до вечера, никаких сил нету больше на работу. Да, кстати, о чем сюжет? Удивительно! Сюжет про кофе. Какая радость, совпадение. Смотрим сюжет, а я пойду это вылью куда-нибудь. Это кофейня в центре Москвы. А это виды кофе, которые здесь готовят. Айс-латте, капучино, эспрессо, кофе по-американски и раф-кофе. Все они сделаны по одному и тому же принципу. Только один вид кофе выбивается из общего ряда. Какой же? Программа Галилео решила разобраться в этом, а также посмотреть на устройство кофейни изнутри. Олеся Бориста. Этим итальянским словом зовется бармен в кофейне. По-русски ее назвали бы буфетчицей. А вот и наш подмастерье. Его зовут Роман. Он совершенно ничего не понимает в ресторанном бизнесе. Но сегодня будет целый день работать в кофейне и выполнять все поручения, которые получит от Олеси. Для начала ему нужно облачиться в униформу, которая у работников этой кофейни не слишком сложная. Она состоит только из фартука. Так не испачкаешь штаны. А если уже пришел в грязных, то это будет незаметно. Разрез на фартуке необходим, чтобы не стеснять движение работника. Не забывайте, в кофейне приходится постоянно бегать и разносить заказы. Одежда должна быть удобной. Перед приходом посетителей первым делом нужно помолоть кофе. При помощи регулятора на кофемолке можно варьировать режимы помола. Потому что от размера крупинок кофе будет зависеть крепость напитка. Какие же бывают режимы помола? Их три. Первый помол – крупный. Такой кофе быстро пропускает через себя воду. За 25 секунд в чашке набралось 60 мл напитка. Это лунго – слабенький кофе. Второй помол делают средней величины. За 25 секунд в чашку налилось 25 мл кофе. Это эспрессо – уже покрепче. В третий раз перемолим кофе максимально мелко. Всего 15 мл напитка. Это ристретто – совсем крепко. Выходит, эспрессо – кофе средней крепости. Кстати, именно эспрессо, а не экспрессо. Начинаем курс молодого кофевара. Пока теория. Олеся всё делает сама, а Роман учится. Итак, молим кофе в холдер. Утрамбовка нужна для увеличения плотности кофейной массы. Иначе вода через кофе будет проходить слишком быстро. И напиток получится слабым. Теперь дело за кофемашиной. В бойлере аппарата вода разогревается до 110-115 градусов по Цельсию при давлении в полтора бара. Кипящая вода образует пар. Его используют для взбивания молочной пенки. Помпа, расположенная в кофемашине, нагнетает воду под давлением 15 бар. Кстати, это давление в шесть раз больше, чем в шине среднего внедорожника. Затем вода остужается до 95 градусов и пропускается через молотый кофе. Каждый эспрессо нового помола Бористо обязан попробовать. Плохо? Отлично. Всё в порядке. Просто если и не сплёвывать, за день от такого количества кофе будешь излишне бодрым. Пришло время Роме на практике освоить мастерство Бористо. Для начала ему нужно научиться правильно перемалывать и утрамбовывать кофе в колдере. Кофе в колдер необходимо сыпать с горкой. После этого порошок очень тщательно утрамбовывают. Ведь таблетка из молотого кофе должна быть равномерно плотной. В противном случае вода будет просачиваться через более рыхлую часть. И вместо нормального кофе получится коричневая бурда. Кулинарный пестик для прессования кофе, который называется темпером, должен входить в фолдер без малейшего перекоса. Сейчас узнаем, хороший ли кофе получится у новичка. Теперь можно запускать кофемашину. 10 граммов кофе. 25 секунд. 25 капель. Экзамен пройден. Вроде вкусно. Кстати, пить эспрессо нужно не позже, чем через минуту после приготовления. В противном случае неповторимый аромат напитка улетучивается. Эспрессо, пожалуйста. Роман все понял. Такой кофе он обязан донести быстро. Успеть за 10 секунд. Посмотрев, как поднос носят другие, он пытается справиться с заданием, как заправский официант. Вот оказия. За такие шутки можно и по лицу получить. Да, у Ромы пока не все получается. Но отступать он не намерен. За неуклюжесть подмастерья сослали на кухню мыть посуду. Тут стаканы переворачивать не возбраняется. А в торговом зале кофейни продолжала кипеть работа. Оказывается, большинство видов кофейных напитков основано на классическом эспрессо. Если добавить во взбитое молоко эспрессо, можно получить напиток под названием латте. При добавлении в латте льда мы с легкостью получаем айс-латте. Если же в одном сосуде взбивают сливки, эспрессо и шоколад, получается раф-кофе. Ну а капучино – это всего лишь добавление в эспрессо взбитого молока или сливок. В ассортименте этой кофейни есть только один вид кофе, для которого не требуется приготовление эспрессо. Размолотые зерна засыпают в фильтр. Горячая вода проходит через него в течение 20 минут. Хранится этот напиток в термосе. Это кофе по-американски. Так вот, какой вид кофе принципиально отличается от остальных. Почему же люди во всех странах помешаны на кофе? Всё дело в кофеине. Или по-научному в триметилксантине. Попадая в кровь, кофеин увеличивает частоту дыхания и частоту сердечных сокращений. За счёт этого человек чувствует прилив бодрости. После недолгого отлучения от работы, осуждённый был амнистирован. И Олеся решила научить Романа делать капучино. Нам опять потребуется эспрессо, куда мы будем учиться красиво добавлять пенку из молока, взбитую при помощи пара. Понятно, как нужно действовать? Попробуй-ка, Рома, сам. Молочную пену закручивают против часовой стрелки. Чашку с эспрессо наклоняют. Так молочная пена вытеснит часть эспрессо на поверхность. Это фигура Гоголя. Картина Гоголя. Рисунок на капучино профессионалы называют латте-арт. Его можно делать двумя принципиально разными способами. Либо постепенно наслаивать молочную пену поверх эспрессо и точными движениями руки создавать рисунок. Либо заливать эспрессо внутрь молочной пены и поверх неё делать рисунок палочкой. При таком варианте получившееся изображение иногда обводят шоколадом. Вот таким образом. Происшествие с пролитым кофе успешно забыто. И Роман вновь начал обслуживать клиентов, принимать заказы и разносить кофе. Что вы сейчас нашему отверстили? И так до конца смены. Впрочем, даже к концу рабочего дня подмастерье стал ненамного более ловким. Вечером, когда посетители уже разошлись, Олеся озвучила Роману последнее задание. Нужно вымыть пол. Похоже, что сама атмосфера заведения и несколько чашек халявного кофе сильно подействовали на Рому. Энергия у парня так и бьет ключом. Что ж, погода на дворе хорошая. Можно и погулять по городу. Часиков так пять, пока действие кофеина не закончится. А с другой стороны, к чему эти понты, а? Вот я не пью растворимый кофе. Не пьешь кофе растворимый? Едь в Бразилию, выращивай там дерево это кофейное, жди, пока оно созреет, потом сам собирай урожай, сам его обжаривай, сам его моли, сам его заваривай, сам его пей. Вот тогда действительно будет настоящий вкус настоящего бразильского кофе. Нет уж, мы люди в России не привыкли к такому, понимаешь, понтовству, к этой роскоши и будем пить обыкновенный, по-моему, в смысле обыкновенный растворимый кофе. Ваше здоровье.